В пятницу около 21-го лицея Ивановские дорожные полицейские проверяли знания не школьников, а их родителей. Экзамены на соблюдение ПДД взрослые не прошли. Наиболее частым и существенным по-прежнему остается нарушение при перевозке детей. При движении почему ребенок не пристегнут средствами безопасности, а именно детским ремнем, хотя он у вас с той стороны имеется. Нет, она просто выходила, а так она была пристегнута. Выходила через эту сторону. Вообще-то я ее вот с этой стороны видел, как она сидела. Понятно, она была пристегнута там, а она ходила с этой стороны. Выходила. Вообще-то с этой стороны нельзя останавливаться. Я вам даже показывал, что только с той стороны возможно. Ошибка большинства родителей в том, что даже при наличии детского кресла они разрешают чадам отстегиваться на подъезде к пункту назначения. Инспекторы предупреждают, пассажиры должны быть пристегнуты до полной остановки автомобиля, иначе штраф. Кстати, правила остановки многие водители тоже нарушают, якобы не замечая запрещающий знак. А к некоторым нарушениям мамы и папы сами подталкивают своих чад. Например, переходить дорогу не по зебре, считая, что один раз пренебречь правилами можно. Дело в том, что родители будут не всегда ходить с детьми, и дети запоминают тот маршрут, который показывают им родители. И когда настанет тот момент, когда родители перестанут сопровождать детей в школу, в учебные учреждения, ребенок будет ходить там, где не установлено, то есть вне пешеходного перехода. А это опасно тем, что ребенка просто собьет автомобиль, он пострадает, попадет в больницу. Нарушители будут наказаны рублем. Но сотрудники ГИБДД надеются, что даже не боязнь штрафа будет побуждать родителей следовать правилам, а забота в первую очередь о безопасности своих детей, пока еще есть возможность сделать работу над ошибками.